В эфире послесловие к новостям. Медики говорят, что каждую вторую секунду в мире кого-то поражает инсульт, а каждую шестую секунду кто-то от него умирает. Сегодня поговорим об этом распространенном недуге, а также о том, какой простой тест поможет спасти жизнь человека. Сегодня у меня в гостях главный невролог Свердловской области Андрей Алишеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы также можете присоединиться к нашей беседе. Для вас работает телефон 222-0041 для абонента послесловия. Жду ваши вопросы. Итак, 29 октября день борьбы с инсультом. И недуг этот распространен. Есть неутешительная статистика, что число больных увеличивается. Да, к сожалению. И этот недуг, увы, молодеет. То есть даже молодые люди страдают от инсультов. Если говорить про Екатеринбург, в частности, про Свердловскую область, эта статистика и к нам относится? Да, конечно. К сожалению, если представить, если пройдет 200 взрослых человек мимо вас, один из них заболеет инсультом в этом году. А если тысяча пройдет, один из тысячи погибнет. Отчего так происходит? К сожалению, это самое распространенное заболевание среди неврологических катастроф. Это острое нарушение мозгового кровообращения, либо закупорка атерии, либо и разрыв ее. И все это приводит к инсульту. Это динамичный ритм жизни? Это вредные привычки? Здесь много факторов риска, много причин. Но основные, например, это неправильный образ жизни. Табакокурение, избыточный вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Это, собственно, то, что касается наших привычек. Но также есть приобретенные болезни. На первом месте это повышенное артериальное давление, нарушение обмена холестерина, атеросклероз, нарушение обмена сахара, это диабет. Ну и ряд других состояний, в том числе болезни сердца, нарушение ритма сердца. Очень многое может привести к инсульту, поэтому в том числе он такой распространенный. Но правда, что женщины подвержены большему риску перенести инсульт и чаще умирают от этой болезни. Есть такая статистика? Совсем наоборот. Считается, что у мужчин чаще случается инсульт. За очень небольшим периодом, скажем так, возрастным периодом, где-то от 35 до 40 лет у женщин чуть выше. И после 85 лет у женщин выше инсульта. Так в основном это больше мужчин. У них не настолько много больше мужчин болеют. Если говорить про подростков, про молодых людей, от чего у них случается инсульт? Они еще не успели приобрести себе никакой букет заболеваний? К сожалению, мы видим, что как раз уже успевают. И вот те самые молодые инсульты, действительно, это инсульт лиц младше 45 лет. Когда их начинаем более детально обследовать, мы видим, что у них все факторы риска практически как у человека, который уже много живет и накопил проблем. Ну, то есть вот так вот у нас, к сожалению... Это стрессы на учебе, я не знаю. Что влияет? Нет, это как раз вот именно то, что я назвал в самом начале. Это простые вещи. Курение, малоподвижность, неправильное питание. Конечно, стрессы тоже влияют, но они уже меньше факторов. Я прочитала такую статистику, что зимой инсульты случаются чаще. А проверните вы или нет? Нет, это не так. Действительно, мы это анализировали в нашей области примерно одинаково, плюс-минус. Конечно, в очень сильные морозы и в очень сильную жару мы наблюдаем всплеск. У нас очень интересно, у нас такой сезонный фактор связан с огородами. Наши уважаемые пенсионеры, они выходят трудиться весной и осенью. И вот на фоне такой физической нагрузки, порой чрезмерной для них, к сожалению, увеличивается частота обращений их к нам. Мы обещали провести, вернее не провести, а рассказать про быстрый и простой тест, который поможет распознать инсульт, потому что его нужно диагностировать очень быстро и вызвать врачей. Что нужно сделать, если вы видите человеку плохо? Очень простой тест. Если внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, либо слабая рука, либо нога, это может быть инсульт. Само не пройдет, нужно срочно обратиться к скорой медицинской помощи. Попросить человека улыбнуться, какие-то простые вещи. Это улыбка, побеседовать, попросить поднять руку, попросить поднять ногу левую, правую, то есть по очереди. Надо сказать, что вообще инсульт, он предотвратим, то есть если мы будем вести правильную профилактику, наблюдаться за собой, выполнять рекомендации врачей. И если вовремя обратимся за помощью, он еще и не приговор. То есть сегодня есть технологии лечебные, которые позволяют уменьшить последствия инсульта. Но надо очень рано обратиться. У нас всего 4,5 часа, чтобы растворить тромб, провести тромболизис. Это очень мало времени, а в среднем человек ждет только 3 часа. Есть такие явные признаки инсульта, но я опять-таки прочитала, когда готовилась к нашей передаче, что у женщин это могут быть специфические признаки. Например, приступ икоты вдруг замучила или бессонница вдруг напала, что это тоже может быть такой неявный признак. Или храп у мужчин. Вот с этим как быть? У храп у мужчин это факториска. Вообще не только у мужчин. В принципе, храп это факториска инсульта. Что касается икота, конечно, есть более редкие признаки инсульта, но, конечно, если человек подозревает у себя инсульт, он всегда может обратиться в скорую медицинскую помощь, и ему помогут. Но важно запомнить основные. Они чаще встречаются, гораздо. И важно понимать, что чем быстрее будет доставлен пациент на койку, специализированную для лечения больных с инсультом... Конечно, тем больше мы скорее ему поможем. У нас по статистике в первые 6 часов приезжают всего лишь 40% больных. То есть это с учетом обращения, работы в скорой помощи, всего в среднем 40, даже не 40, 30% по области. Многие надеются, что пройдет само собой. Да, к сожалению. Это большая проблема. Даже распознав у себя инсульт, человек откладывает решение. Ну, думает, что само пройдет, начинает идти на работу, занимается какими-то последними делами, отлеживается и так далее, но, в общем, не обращается. И, к сожалению, чаще всего инсульт прогрессирует, и пациенты поступают уже в более тяжелом состоянии, когда больше сил нам необходимо, чтобы им помочь. Вот вы сказали, 4,5 часа нужно для того, чтобы спасти пациента. Но если такие обстоятельства, что нельзя доставить человека в больницу, может быть, можно в домашнюю аптечку купить какой-то препарат, который поможет спасти жизнь близкого человека? Или нет такой прививки от инсульта, что ли? Я уточню, что мы в любом случае поможем пациенту. Просто в этот срок, 4,5 часа, у нас есть возможность провести самые современные методы на спасение. Что касается аптечки, к сожалению, нет никакого средства для дома, скажем, для домашней аптечки, именно для лечения инсульта. Для профилактики, да, конечно, масса средств, лекарства имеется в виду, разработаны, но ведь именно для лечения ничего давать не надо. Положить человека в удобное для него положение и вызвать скорую медицинскую помощь. Никаких препаратов давать не требуется. Еще очень быстро я прочитала, что томат называют таблеткой от инсульта, если говорить про профилактику. Помидоры помогут нам избежать или нет? Я скажу так, что надо съедать 5 единиц так называемых овощей либо фруктов. Это может быть не обязательно томат, это может быть яблоко, груша. То есть, ну, просто 5 единиц в день, и это уже путь к профилактике. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Будьте внимательны к своему здоровью, берегите его. Это была программа «Послесловие». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова